Вала Всевышнему Аллаху, Господу миров! Мира благословения Аллаха, Господину нашему, пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам! Дорогие братья, тема сегодняшней лекции – причины упадка среди мусульман мира. Первую часть данной лекции мы провели в селении Навасаситли. Вторая часть, где говорится о недопустимости разделения религии на части, мы рассказали в Навагагатли. И сегодня мы вам расскажем об оставлении мусульманами соблюдения своей религии и о том, что те, кто хоть и не прекратил соблюдать ее законы, но стал воспринимать это как традицию или обычай. Мы должны знать, братья, что причины всех телесных и духовных болезней, которые бывают у мусульман, это наш отход от следования своей религии и превращение ее в обычаи, среди которых какие-то можно соблюдать, а какие-то можно и не соблюдать, по желанию. Естественно, когда человек начинает так небрежно относиться к религии, это обязательно обрушит на человека различные духовные болезни и проблемы. Об этом в священном Коране Всевышний сказал в Суре Таха, аят 124. «А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в день воскресения мы воскресим его слепым». Причиной того, что Всевышний воскресит его в день суда слепым, является то, что в своей жизни он был слепым в понимании исследования религии. Имам Аль-Газали пишет в своей книге «Хья», что в Судный день Всевышний воскресит человека таким, каким он был внутри. К примеру, красивый, добрый внешне человек в душе может быть хитрым, и Всевышний его воскресит в облике лисы. Если же на людях кто-то добродушен, а на самом деле как дикий зверь, такого в день суда Всевышний воскресит в облике зверя. Поэтому мы должны знать, что в день суда Всевышний слепыми сделает тех, которые были слепы в понимании его религии, и следовании за ней. И какими бы богатствами или миллионами человек не обладал, Всевышний закрывает ему врата удела, когда тот начинает отходить от религии. Приведем пример. Возле нас может проехать кто-то на дорогой иномарке, с такими номерами, что на потраченные на них деньги можно было бы купить еще одну машину. Когда же мы ближе сталкиваемся с его жизненным досье, то даже самый нищий среди нас начинает его жалеть. У него проблемы с кредиторами, дома у него нешуточные семейные скандалы, в бизнесе у него напряги в связи с событиями в мире, его сына посадили в тюрьму, другой сын на грани наркомании, и это все, при том, что он миллионер. Вот именно это и есть иллюстрация к тому, о чем говорит Всевышний в начале вышеприведенного аята. Поэтому люди стали подобны наркоманам. Они ищут средства на жизнь и не смотрят при этом на то, что дозволено, а что нет. Дорогие братья, мы не критикуем стремление заработать на жизнь или другие мирские моменты. Нет, мы просто критикуем сегодняшние методы нашего народа, когда ему безразлично, как и на что он зарабатывает. И если даже человек будет обладать всеми ключами от богатств мира, они никакую пользу для него не принесут, если он отвернется от религии. Человек, отвернувшийся от веры, это человек, которого оставил Бог. И никогда благодать не почувствует тот, кого оставил Всевышний. Даже посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, в своих мольбах часто говорил, «О мой Господь, никогда не оставляй меня на произвол моего эго». После этого мы должны знать, что в суре Зухров, в аятах 36 и 37, Всевышний Аллах говорит, «А кто пренебрежительно отворачивается от Корана, ниспосланного милостивым в напоминание обитателям миров, к тому мы приставим шайтана, который завладеет им и будет всегда с ним, будет вводить его в заблуждение и наущать его». Шайтаны, приставленные к тем, которые пренебрегают Кораном, будут их отвращать от пути милостивого, и они будут считать, что, следуя за шайтанами, идут по прямому пути. Когда люди, о которых так сказано в Коране, слышат наставления имамов, то они пафосно и гордо говорят, «Да, мулла там что-то говорит». Почему они так говорят? Потому что, как сказал нам Всевышний в Коране, шайтан, сбивающий их, внушает им, что они на правильном пути. А когда их жены или дети приводят их к имамам на всякого рода разбирательство, то тогда открывается вся суть жизни таких гордых людей. Не зря мудрецы говорят, что тот, который не понимает, что ему говорят, обязательно увидит что-то, что все же даст ему понять это. Возьмем, к примеру, мекканских мушриков. Сколько бы посланник Аллаха, алейхиссаляту ассалям, не говорил с ними, они ничего не поняли. Но потом Всевышний показал им все, о чем рассказывал наш пророк. Это правило, которое установил Всевышний, так как он обязательно наказывает тех, которые предали или отвернулись от его веры. Я помню лекцию, которую читал покойный Рамазан Альбуты, да смелуется над ним Аллах, в Ливане примерно 15 лет назад. Тема той лекции была такая. Причина отставания мусульманских стран от стран Европы. Мне очень понравился пример, который он там привел. Один богатый человек находит в пустыне чрезвычайно бедных, не умеющих ни писать и ни читать бедуинов. Проявив жалость к ним, он забирает их к себе в свой город и дает им все, чтобы они не захотели. Потом, когда они чуть встают на ноги, то начинают отворачиваться от того, который обеспечил их всем необходимым. Что в таком случае сделает тот богатый, который дал им все эти блага? Конечно, он заберет у них все обратно и оставит их на произвол всех трудностей жизни. То же самое происходит и с мусульманами, когда они, получив от Всевышнего богатство и другие блага этого мира, позабыв о том, кто им все это дал, отворачиваются от него и от его религии. Именно поэтому Всевышний оставил нас. Именно по этой причине мусульмане стали сильно зависеть от тех, кого они когда-то опережали во всех сферах жизни. Плач матерей в домах мусульман, междоусобица в мусульманских регионах, братоубийства в мусульманских странах. Куда не посмотришь, там мусульмане, в плачевном положении. Из-за чего? Из-за того, что они отвернулись от своей веры. Знаете, братья, разумный человек, в первую очередь, будет стараться в своей семье поставить фундамент веры и богобоязненности. Он не будет проявлять спешку в заливке фундамента для магазина или для чего-то еще. Но поторопится с закладкой фундамента в семье на основе богобоязненности и веры. И это признак праведности человека. Если взять, к примеру, Хасавюрт, этот город считают центром торговли на Северном Кавказе. Сколько машин приезжает туда утром и выезжает вечером оттуда после завершения рабочего дня. Но, несмотря на тот оборот денег, который крутится здесь, мы видим, как Хасавюрт сильно отстает в плане чистоты и порядка. Когда в нашем обществе будет порядок и барракад? Только тогда, когда мы начнем посещать мечети, как сейчас посещаем концерты, и когда начнем посещать уроки, как мы посещаем кинотеатры и другие места отдыха. В ином случае, мы будем теми, кто рушит то, что сам же возводит и строит. Вот. Дорогие братья, мы являемся мусульманами. Когда же мы оставляем свою религию, Аллах Всевышний отворачивается от нас, а община, от которой отвернулся Всевышний, всегда будет находиться во тьме. Об этом так говорит Всевышний Аллах в Священном Коране. Кто может быть несправедливее того, кому напоминали об аятах его Господа, после чего он отвернулся от них? Воистину, мы отомстим грешникам. Сура Ас-Саджда, аят 22. Как с атеистов, так и с нас, которые говорят, что верят в него, но не проявляют покорность ему, Всевышний обязательно спросит. Но чего мы добились тем, что ослушивались и ослушаемся его? Если подумать хорошо, братья, то ничего хорошего для себя в обоих мирах мы этим не достигли. Поэтому, братья, учите религии своих потомков не поверхностно, не как обычно, а как положенно. Я своего единственного сына направил полностью на получение религиозных знаний, заставляю его учиться утром и вечером. С детских лет я строго наказал ему, что как отец я для него больше не существую, если он забросит учебу. Так как мне лучше встретить его джаназы, чем его самого, оставившего учебу. Вы поймите одно, если не воспитать своих детей таким образом, то они будут для нас мучением в обоих мирах. Итак, Всевышний Аллах в Коране называет глупыми тех людей, которые отвернулись от него. Далее Всевышний говорит в Коране о тех, кто отвернулся от его религии, как о несчастных глупцах. Что же с ними? Почему они отстранились от наставлений Корана, словно дикие ослы, бегущие от преследователей? Сура Мудетфир, Аятцы 49-50. Мусульмане, буйные от сытости, не уступающие друг другу ни в чем, готовые чуть что наброситься на старших и на младших, и такому позору не было места в жизни наших предков. Что же привело нас к этому? Конечно, сытость, дорогие братья. Плодородная земля и климат, подходящий для занятий садоводством и скотоводством, разные государственные дотации, которые люди получают с помощью подлога документов. Конечно, они будут буйными, гордыми и безжалостными, так как получают много денег, без особого труда и поты. Предвидя все это, посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, говорил, «Несчастен тот, который стал рабом динары и дирхамы. Никогда не будет счастья и благодати в тех вещах, братья, которые наш пророк, алейиссаляту вассалям, назвал несчастными». Также мы должны знать, братья, что Аллах Всевышний в Коране так угрожает наказанием тем, кто отвернулся от его религии. Если они отвернутся от моей религии, то есть мекканские мушрики, то скажи им, что ты уведомляешь их о наказании, которое будет ниспослано Всевышним, как было ниспослано народом Самуда и Ада. У Всевышнего разные методы наказания. К примеру, давно, когда я еще учился в школе, редко можно было услышать, что кто-то серьезно заболел. В наше же время пойди в школу и проверь состояние здоровья школьников. У каждого четвертого, если не третьего, можно найти разного рода болезни, о которых мы раньше даже не слышали. Почему распространились между нами массовые болезни, о которых до этого не знали? Потому что, когда мы перестали быть покорными Всевышнему, Он не спослал на нас наказание через эти болезни. Всевышний не наказывает всех одинаково. Фараона Всевышний наказал одним наказанием, Намруда другим, третьих наказал совсем иначе. Таким образом, у Всевышнего очень много разновидностей наказания. И на что-то мы можем даже внимания сразу не обратить. Элементарно, какой бы силой ни обладал человек, один маленький вирус может уложить его в постель и отлучить его от всего этого мира. Когда какой-то чемпион или силач исчезает с экранов, все интересуются причиной его исчезновения, а потом выясняется, что он неделю лежал в постели с гриппом. Это о чем говорит? Это говорит нам о том, что для испытаний или наказаний, которые не спосылает Всевышний, никакая сила и титулы не станут преградой. Следующая беда, которая настигает того, кто отвернулся от Всевышнего, это вечные страдания и проблемы, как об этом говорит Всевышний в Суре Джинн в Аяте 17. А кто отказывается поклоняться своему Господу, того он подвергнет невыносимому, мучительному наказанию. То есть вся жизнь того, кто отвернулся от Всевышнего, будет для него сплошной проблемой. Везде у него будут проблемы, и он сам для всех станет проблемой. Барракад в делах и в жизни необходимая, как воздух, вещь, братья. Но так как барракад не бывает в наших руках, а даруется Творцом, нужно быть покорным ему, и нельзя отворачиваться от него. Непонимание и незнание таких элементарных моментов стали причиной раскола и смут среди нас. Имам Аль-Газали пишет в своей книге «Хья», что мозг человека может получать как чистый сигнал, так и грязный сигнал. То есть от правильного внушения и до отрицательного внушения от шайтанов. Вот, к примеру, одно легкое сравнение, чтобы вы поняли смысл этого. Мы знаем, что наши телевизоры и спутниковое телевидение показывают именно тот канал, на который направлена или настроена антенна. И экран показывает только то, на что она направлена. Если телевизор перестал показывать хорошее, то что бы ты ни делал с экраном или телевизором, ты проблемы не решишь, так как главный сигнал исходит от антенны или тарелки, но не от экрана. Точно так же, когда тело и деяния человека имеют отрицательный вид, когда человек совершает грехи и ослушивается Бога на каждом шагу, то проблемы не в его теле, а в мозгах, которые настроены на неправильный сигнал. А теперь представьте, братья, какой сигнал в мозге будет получать тот, кто каждый день после утреннего и обеденного намазов в одиночестве будет связывать свое сердце и язык со Всевышним, параллельно размышляя о милости и мощи нашего Создателя. Но если твой мозг подобен антенне, которая шатается от ветра налево и направо, позволяя мозгу получать сигнал, от чего попало, то это, конечно, приведет человека к разного рода трудностям и душевным болезням. Сегодня мать приходит со своим семилетним сыном к нам, говоря, что у него сглаз, как будто он знает наизусть Коран, Хадисы или что-то еще, как будто все он знает, как знал имам Шафии. О, безответственная мать! Это не сглаз, а джин, что вселился или охватил его, так как он лазит, где можно и где нельзя, в интернете через планшет, который ты ему купил. Не давайте своим детям телефоны и планшеты в раннем возрасте, как вы это делаете, как бы они при этом не плакали, ведь через это у них появляется открытый доступ ко всевозможному разврату и кощунству. Богословы разъясняют аят, в котором говорится, разве не поминанием Аллаха утешаются сердца? Если бы правители или цари знали бы, какое спокойствие приносит поминание Аллаха сердцам верующих, то они за это спокойствие дрались бы, чтобы заполучить его себе. Если же человек отвернулся от религии, то он становится объектом наказания для Всевышнего. Возьмем, к примеру, атеисты. Какое утешение и спокойствие будет в его сердце? На кого он будет надеяться в предсмертный миг? То он просто утонет в трудностях, что настигнут его перед смертью. Как бы человек упрямо не отрицал существование Бога, мучения и испытания предсмертного мига заставят его оставить это упорство и признать существование Бога. И это момент, в который слабость проявляют все, даже алимы и праведники. Почитайте, что говорили Ашафии и другие имамы, когда были смертельно больны. Это говорит о том, что все мы очень слабы перед смертельными агониями. Человек может буянить и шуметь тогда, когда ему это позволяет здоровье или богатство. Но мы должны знать, братья, что сколько бы человек не менял свое сердце или почки, отдавая миллионы, ангел смерти обязательно придет к нему с агонией. Один человек, который жил с нами по соседству в селе, как-то сказал моему отцу, «Как хорошо, Юсуф, что ангел смерти не берет взяток, а то умирали бы тоже только бедняки». Ангел смерти не смотрит. Глава ты или имам, шейх ты или олигарх. Он забирает каждого, чей черед приходит. Дай Аллах, чтобы у каждого из нас он забрал душу, когда она будет полна имана, веры. Так же, братья, когда человек отворачивается от религии, он становится абсолютно безразличным. Вот посмотрите вокруг. О чем думают или переживают люди? Мы видим, что они беспокоятся только за свои животы и удовлетворение нужды нафса. Больше ничего на этом белом свете их не тревожит. Они подобны животным, которые переживают только за свою кормушку. Однажды мне встретились такие прекрасные слова. Человек, который станет рабом своих страстей, не освободится от них даже тогда, когда освободится раб от своего рабства. Человек, который отвернулся от религии Аллаха ради денег, славы или власти, бывает готов совершить что угодно. Почему? Потому что подобный человек просто-напросто не верит в допрос, что будет ждать его в день Великого Суда и в последующее наказание. Мы не должны забывать, как мы пришли в этот мир, так же и его покинем. Поэтому мы должны каждый день готовиться к неожиданному уходу из этого мира, очищая свою душу и веру, поминая Аллаха. Когда общество придерживается крепкой исламы, то проблемы общего народа резко сокращаются, как об этом говорит Всевышний в Коране в Суре Худ в Паяте 3. Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь перед Ним, чтобы Он наделил вас прекрасными благами до определенного срока и одарил своей милостью каждого милостивого. Следующая причина упадка мусульман в мировом обществе это неправильное понимание ислама и его терминов. Особенно в наше время, когда часто непонятно, что же люди исповедуют вместо исламы. К примеру, отправимся на кладбище, так там одни противоречия исламу. Не поймешь, куда ты попал, в мавзолей или в кладбище. Если мы не можем проявить богобоязненность хотя бы в вопросах размещения могил, то о чем можно говорить дальше? Ведь территория кладбища это территория уакфа и лишний сантиметр захваченный там это грех и это знает любой знающий среди нас. Перед своей смертью Абубакр завещал, чтобы на него надели старый саван, а новый оставили тем, которые останутся жить после него. Просто посмотрите, как мы противоречим им даже в таких элементарных вопросах. Чтобы избежать такого, ислам нужно понимать и принимать правильно. Неправильное понимание и исповедание религии самими мусульманами стало причиной того, что в глазах других упал авторитет исламы. К примеру, возьмем науку вероубеждения. Когда не зайдешь в интернет, один появляется, называя себя шаритом, другой тут же называет себя салафитом, с третьей стороны приходит еще один и называет себя хабашитом, и все начинают страшнейшую перепалку друг с другом, хотя не разбираются ни в чем. Или же вспомним шариатские вопросы, в которых есть хиляф, или вопросы, в которых у имамов был ичтихад. Вокруг них постоянно ведутся разного рода споры. У меня вопрос, даст ли это все какую-либо пользу, возвысит ли нашу религию? Никогда не принесет это пользу. Также, братья, пример неправильного понимания исламы, это когда люди неадекватно оценивают других, тех, в чьих чертах проявляется что-то аскетичное. Если сегодня мы видим кого-либо с опущенной головой, то наши люди сразу начинают давать разные имена ему, называя его то Загидом, то Валием. Сподвижница Шефа Абинт Абдулла как-то увидела вялых молодых парней, и она спросила, кто эти люди? Ей ответили, что эти молодые ребята, аскеты, которые отвернулись от Дуньи, тогда она сказала, Умар ибн Аль-Хаттаб был таким, кого было слышно, когда он выступал во время ходьбы, ходил бодро, когда бил или наказывал, то тоже очень ощутимо. И вдобавок ко всему этому он усердствовал в поклонении. В книгах переданы из речения нашего пророка Али-Иссаляту Вассалям, где он говорит, остерегайтесь лицемерной богобоязненности. То есть, посланник Аллаха Салли Аллаху Али-Иссалям призывает нас разбираться, где люди религиозные, а где те, которые лишь показывают себя набожными, хотя на самом деле таковыми не являются. Также популярной среди мусульман стала тактика, которую внедрили наши враги, пользуясь невежеством людей. К примеру, один человек очень любит религию, но ничего об исламе почти не знает. К нему подходит аферист, прикрываясь верой или богобоязненностью, ходит к нему в доверие и предоставляет ему ложную информацию. Бедный Джагиль рассказывает ее другим, те передают ее следующим, и таким образом вся ложь, переданная от того афериста, ради какой-то мирской забавы, идет на всеобщее обозрение. Поэтому наша религия призывает нас убедиться в достоверности того, что ты рассказываешь или слышишь, чтобы не появились разного рода сказки и басни, как пару лет назад у нас были в ходу здесь. Мол, в Махачкалу приедет девушка, которая превратилась в крысу, и подобных сказок много. Все, о чем мы рассказываем, должно иметь основу, и у всей информации, что мы передаем, должен быть довод. Почему я делаю такой акцент на этом? Когда я был на лечении в местности Исису, с нами были люди пожилого возраста и один человек совсем другой идеологии. Мы все собирались вечером. Один из стариков пафосно рассказал, что их имам рассказывал на проповеди, как один валий велел сжечь себя после смерти и развеять его пепел по ветру. Такие вещи нельзя рассказывать, братья, ведь шариат же не дозволяет, чтобы после смерти сжигали людей. Поэтому, братья, то, чего нет в шариате, чего нет в Коране, Адисах или книгах имамов, нельзя рассказывать, где попало и как попало. Поэтому в книгах написано, прежде чем начать говорить, просвещай себя, получая знания. Все это возникает, братья, когда мы понимаем ислам неправильно. А чтобы понимать его правильно, нужно получению знаний отдавать должное. Додарует Аллах нашей уме правильное понимание исламы. На этом мы завершаем наш урок. Хвала Аллаху Господу миров. Субтитры создавал DimaTorzok